В просторном зале клуба «Десантник» юные воспитанники проводят спарринги. Всего боевыми искусствами здесь занимаются около 300 человек. Среди них тренирует и тренируется мастер спорта по карате Валентин Ким, который с триумфом вернулся в свой клуб после участия в чемпионате России. Его тренером и наставником на соревнованиях был Сергей Крылков. Что такое спорт наш? Это образ жизни. То есть они приходят в 6, 7, 8, 10 лет и уже там имеют 20, 24 года продолжают заниматься. И имеют очень сильные показатели на уровне России. Потому что выиграть, чтобы надо 10 лет прозаниматься, чтобы подняться на сильный уровень. Валентин Ким занимается карате 20 лет. 11 из них в клубе «Десантник». История каратиста очень проста. В детстве он смотрел фильмы с Брюсом Ли и решил, что хочет пойти по стопам легенды боевых искусств. Получается, у спортсмена здорово. У Валентина с десяток российских и международных трофеев. После недавнего участия в чемпионате России каратист уже проводит первую тренировку для своих подопечных. Валентин Ким – член сборной России по карате. В ее составе боец пытается отобраться на летние Олимпийские игры 2020 года, которые как раз пройдут на родине карате в Японии. Ранее этот вид спорта ни разу не был представлен на главном спортивном форме мира. На всю Европу в каждой весовой категории выделяется всего по два места. А значит, отобраться тренеру клуба «Десантник» будет крайне сложно. Олимпийские игры у нас за горами. Вот сейчас идет отбор в Олимпийскую сборную, который будет проходить на протяжении полугода, примерно до мая месяца. И в мае месяце будет уже заключительный турнир. Он будет проходить в Париже, где будут даваться дополнительные лицензии для того, чтобы попасть на Олимпийский. Сейчас Валентин Ким проводит восстановительные тренировки. Мечта об участии в Олимпийских играх для спортсмена еще никогда не была так близка к исполнению. Но, как гласит девиз клуба «Десантник», возможно все, если верить. Арсений Рогозянский, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ.